Привет! На складе компании «АвтоСтронг» 300 000 запчастей по отличным честным ценам, а на складе компании «МотоСтронг» десятки мотоциклов, привезённых из Европы. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там представлен весь ассортимент. Склад мотоциклов регулярно обновляется, мы продаем мотоциклы в отличном состоянии, они пройдут любые проверки. Обращайтесь в «МотоСтронг-М». Менеджеры ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. Сегодня мы поговорим о системе, которая находится в любом современном и даже бюджетном двигателе. Это система изменения фаз газораспределения. Что это за зверь? Как она устроена? Зачем она нужна? В нашем обзоре сегодня мы постараемся ответить на все эти вопросы предельно просто. Итак, начинаем. Система изменения фаз газораспределения появилась на бензиновых двигателях в 1990-х годах. Инженеры пришли к ней, чтобы улучшить экономичность двигателя, увеличить мощность и сократить объем вредных выбросов. Эта система действительно улучшает характеристики двигателя, помогая ему гибко адаптироваться к испытываемым нагрузкам и меняющимся условиям работы. Почему-то в русском языке используется сложный и ни о чем не говорящий термин – изменение фаз газораспределения. Вот вы без объяснения сможете догадаться, в чем суть. А вот в английском языке это понятие максимально компактное и приблизительно точное «wealth timing» – время открытия клапанов. Ведь так же гораздо понятнее. Но на самом деле система изменения фаз газораспределения регулирует только моменты открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов. Она не способна регулировать высоту подъема клапанов и не способна изменять продолжительность открытия клапанов. Кроме того, время открытия и закрытия клапанов тоже не изменяется. Каких же результатов можно добиться, изменяя моменты подъема клапанов? Для начала поговорим об этом. Для наглядности будем использовать схемы работы системы изменения фаз газораспределения. Сейчас дадим необходимые пояснения. Прежде всего зафиксируйте себе, что благодаря системе изменения фаз можно сдвигать момент открытия и закрытия клапанов относительно положения поршня. То есть при определенных нагрузках можно закрыть выпускной клапан задолго до нижней мертвой точки и закрыть клапан задолго до верхней мертвой точки. А можно сдвинуть эти моменты ближе к крайним положениям поршня. Аналогично и со впускным клапаном. Его можно открывать до или после мертвых точек. Моменты открытия клапанов регулируются в широком, но не бесконечном диапазоне, иначе поршни и клапаны встретятся. Также напомним, что четыре такта проходят за два оборота коленвала, то есть за 720 градусов вращение коленвала, а распредвалы вращаются в два раза медленнее. То есть за четыре такта они поворачиваются на 360 градусов. Продолжительность фаз впуска и выпуска не изменяются. Они определены профилем кулачков соответствующих распредвалов, но изменяя момент начала открытия и закрытия клапанов, можно гибко адаптировать двигатель к разным условиям работы. Мы будем рассматривать работу системы изменения фаз газораспределения на примере двигателя с двумя фазовращателями на обоих распредвалах. При объяснении работы системы будем представлять себе двигатель с одним цилиндром, одним впускным и одним выпускным клапаном. Все сказанное сегодня будет применимо к любому современному бензиновому двигателю с любым количеством цилиндров. В режиме холостого хода перекрытие клапанов минимальное. Цилиндр наполняется свежим воздухом и избавляется от отработавших газов. Для пущей экономичности система изменения фаз газораспределения может обеспечить позднее открытие и закрытие впускного клапана. Тогда такт сжатия сокращается, а рабочая смесь выдавливается поршнем во впускной коллектор. То есть фактически сокращается такт сжатия. Реальная степень сжатия уменьшается относительно геометрической. Другими словами, объем цилиндра уменьшается, а выпускной клапан, наоборот, открывается рано до достижения поршня нижней мертвой точки на рабочем такте. То есть отработавшим газом предостаточно времени, чтобы покинуть цилиндр. Здесь же отметим, что играя моментом открытия и закрытия клапанов, система изменения фаз газораспределения может обеспечить более короткий такт сжатия и чуть более длинный рабочий ход, что увеличивает КПД двигателя и его экономичность. Во время движения с постоянной скоростью двигателю нужно развивать достаточно мощности, чтобы не потреблять лишнее топливо. Также ему надо быть максимально экологичным. Каким образом можно достичь всех этих критерий? Все очень просто. Нужно создать условия, при которых в цилиндры попадает меньше топлива и воздуха. И чтобы при этом внутренние потери при рабочих процессах были минимальные. А все это делается очень легко благодаря внутренней рециркуляции. Фазокрутилки выставляют впускной клапан в максимально раннее открытие, а выпускной клапан в максимально позднее открытие. Таким образом, на такте выпуска перед самой верхней мертвой точкой впускной клапан открывается, а выпускной клапан еще не успел закрыться. Перекрытие клапанов максимальное, и таким образом отработавшие газы улетают во впуск. На такте всасывания в цилиндры попадает не только топливо-воздушная смесь, но и инертные отработавшие газы и в некоторых случаях топливо, которое не сгорело в прошлом цикле. Но двигатель прекрасно работает на всем этом коктейле. Во-первых, снижаются насосные потери, потому что разрежение во впуске за дросселем меньше, и газы бодрее проходят через спускной клапан. Во-вторых, в цилиндре оказывается меньше кислорода, поэтому и топлива туда можно впрыснуть меньше. Да, при рециркуляции рабочий объем двигателя тоже как бы уменьшается, но не за счет камеры сгорания, а за счет уменьшения количества топлива и воздуха. Если меньше воздуха попало в цилиндры, то и температура сгорания меньше, а значит, выделяется меньше оксидов азотов. Значит, двигатель работает чище. Кроме того, при максимальном перекрытии клапанов продолжительность такта сжатия и рабочего такта максимальные, и это повышает эффективность двигателя. Работу двигателя при полностью открытом дросселе нужно разделить на два этапа. Первый этап – это когда уже тапка в полу, но двигатель начинает раскручиваться до максимальных оборотов. Такой режим еще называется режим максимального крутящего момента. Для достижения максимального крутящего момента впускной клапан открывается рано и закрывается тоже рано. В таком режиме цилиндр легко и быстро наполняется воздухом, присутствует минимальное перекрытие клапанов и так сжатие имеет большую продолжительность. С увеличением скорости работы двигателя момент открытия впускных клапанов сдвигается на более поздний. Перекрытие клапанов минимальное, так сжатие становится короче. При позднем закрытии впускного клапана на высокой скорости работы двигателя цилиндр лучше наполняется воздухом, то есть всасывает больше воздуха, куда можно впрыснуть больше топлива. Да, крутящий момент снижается, но двигатель продолжает бодро увеличивать скорость работы, растет его производительность, то есть мощность. Если вы все еще не знаете, какая связь между мощностью и крутящим моментом, то помогите этому видео набрать миллион просмотров и мы подробно разжуем эту часть теории. Дизельные двигатели едва ли нуждаются в системе изменения момента открытия клапанов. Дело в том, что двигатели с воспламенением отжатия не нуждаются в поддержании стихиметрического состава топливовоздушной смеси. Они прекрасно работают на обедненной смеси с избытком воздуха, поэтому в дополнительных мерах по увеличению массы воздуха в цилиндрах не нуждаются. Также дизельные двигатели не нуждаются в дросселировании. Разрежение во впускном коллекторе минимальное, отсутствует проблема с задержкой впуска. Старые дизельные двигатели были слишком медленны и поэтому не имели проблем по части наполнения цилиндров свежим воздухом. А вот современные двигатели с воспламенением отжатия поголовно оснащены турбонаддувом и поэтому не нуждаются в дополнительных ухищрениях по части клапанного механизма. Отметим, что из-за высокой степени сжатия в дизельных двигателях возможно обеспечить только раннее открытие впускных клапанов и позднее закрытие выпускных клапанов. О перекрытии клапанов в верхней мертвой точке речи вообще не идет. На самом деле, дизельные двигатели с системой изменения фаз газораспределения существуют. Их представила компания Mitsubishi первой в 2010 году. Это двигатели 4N1. Они встречаются на европейском рынке. Вы вряд ли встречали этот двигатель, но вы его можете опознать по надписи на декоративной крышке – DID MIVIC. Есть фазорегуляторы на дизельных моторах VAG 1.6TDI и 2.0TDI второго поколения семейства EA288 под евро-6. Уникальная особенность этих двигателей в том, что у них пары впускных и выпускных клапанов расположены поперечно. Поэтому единственный фазовращатель, установленный на одном из газораспредвалов, одновременно управляет моментом открытия впускного и выпускного клапанов в каждом цилиндре. Но назначение системы изменения фаз газораспределения на турбодизелях Mitsubishi и VAG практически одно и то же. Это улучшить экологичность двигателя, а также гибкость за счет уменьшения фактической степени сжатия при частичных нагрузках, также создание вихревых потоков воздуха в цилиндрах, а также обеспечение достаточной степени сжатия при холодном пуске. Итак, как происходит изменение моментов открытия клапанов? Для этого надо обеспечить свободу распредвалам, свободу относительно вращения и, следовательно, относительно коленвала и поршней. Для этого используются гидравлические муфты, которые управляются золотниковыми клапанами. На сегодняшний день все производители используют муфты с лопастным ротором. Внешняя часть муфты, статор, соединен с цепью либо же ремнем ГРМ. Внутри находится лопастной ротор, жестко соединенный с распредвалом. Лопасти ротора делят внутреннее пространство статора на 3-5 полостей, которые заполняются моторным маслом. Масло подается как перед лопастями, так и позади них. Это и позволяет ротору поворачиваться относительно статора. Следовательно, и распредвал проворачивается относительно коленвала, опаздывая либо опережая его. Подачей масла управляет золотниковый клапан, приводимый соленоидом. В корпус золотника подается масло через центральный канал. Есть канал для подачи масла до лопастей и есть канал для подачи масла после лопастей. Перемещаясь, золотник направляет масло в каналы ранних или поздних фаз. Соленоид – это катушка индуктивности, которая обеспечивает продольное перемещение золотника по шим-сигналу от ЭБУ. Муфта впускного распредвала обеспечивает более широкий поворот относительно коленвала по 25-30 градусов опережения или опаздывания. Система в целом способна фиксировать положение впускного распредвала в пределе этих диапазонов. По умолчанию или при неисправности системы изменения фаз муфта выпускного распредвала фиксируется в режиме холостого хода, когда впускной клапан открывается значительно позже в верхней мертвой точке. Муфта выпускного распредвала обеспечивает только опережение на 20 градусов. Других промежуточных положений нет. При запуске двигателя муфта выпускного распредвала обеспечивает нормальное положение. В этом положении выпускной клапан закрывается незадолго перед верхней мертвой точкой. Этот режим сохраняется и в других ситуациях, кроме холостого хода. При переходе на холостой ход муфта выпускного распредвала занимает второе из возможных положений. Раннее – это когда впускной клапан открывается задолго до нижней мертвой точки и закрывается задолго до верхней мертвой точки. В самих муфтах есть несколько пар трений между ротором и статором. Загрязненное моторное масло приводит к износу этих муфт и возникают утечки масла между камерами. Важно понимать, что масло в камеры подается не единым потоком. Золотник открывается до достижения требуемого угла распредвала и закрывается. Если накачанное в камеры масло утекло, то угол установки распредвала откатывается на более поздний. ЭБУ снова подаст команду на достижение желаемого раннего угла. Увеличится количество срабатываний, вырастет объем прокачиваемого грязного масла, что лишь ускорит измост муфт. Грязное масло занесет в масляные каналы больше крупиц подгоревшего масла, что приведет к неполадкам в работе системы. На ранних двигателях лопасти роторов являются единой деталью с ними. Но позже появились конструкции, где лопасти представляют собой лопатки-шиберы, как в насосе ГУР, вставленные в пазы ротора. Эта хлипкая конструкция-шиберы со временем наклоняются в посадочных пазах, что приводит к значительным утечкам масла в камерах муфты. Мы разобрали несколько муфт. Конструкция у них принципиально одинаковая, то есть ротор, статор, возвратные пружины и стопор. Мы нашли в виде пальчика и вот в виде такой подпружиненной лопатки. Также обратите внимание на вот эту гениальную конструкцию. Это муфта с автомобиля Ford. Пространство между камерами уплотняется вот такими пластиковыми кромками. Но не все муфты разборные. Корпуса вот этих джемовских муфт сварены. Отметим, что если фазовращатель по утрам тарахтит, то это происходит из-за того, что стопор не выходит из зацепления и не освобождает ротор. Ну а при очень сильном износе муфта тарахтит, потому что ротор бьется об статор. В комментариях вы обязательно напишите, что мы забыли про какие-нибудь старые образцы муфт. Вот, пожалуйста, старые муфты ГБЦ от Volvo. Здесь ротор относительно статора перемещается на косых шлицах. Эти олдскульные винтовые муфты появились в 90-х годах на автомобилях Toyota Lexus, Mercedes, BMW. Для поклонников автомобилей VAG вспомним оригинальный механизм, где вместо муфты использовался активный гидронатяжитель межраспредвальных цепей. Традиционно фазовращатели появились на впускных распредвалах. А вот на этой ГБЦ Volvo фазовращатель установлен на выпускном распредвале. А здесь вообще один распредвал, который оснащен муфтой. Ну что, на сегодня это всё. Надеемся, что вам понравился наш рассказ про систему изменения фаз газораспределения. Если вы хотите, чтобы мы чаще выпускали такие видосы с такими глобальными рассказами, обязательно нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео в соцсетях с друзьями. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч к ресурсу вашего автомобиля и к фазокрутилкам. В частности, помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».